Здравствуйте! В эфире канала Россия 24, информационная программа События недели. Прошедшая неделя была отмечена рядом новых назначений. Глава Республики Рашид Тимрезов подписал указ о назначении на должность постоянного представителя Карачаева Черкесии в Москве Эдуарда Дерева. В ходе рабочей встречи Рашид Тимрезов поздравил Эдуарда Дерева с назначением и обозначил круг приоритетных вопросов, которыми ему предстоит заниматься в новом качестве. Прежде всего, это взаимодействие с федеральными структурами и правительством России, организация работы с земляками, уроженцами Карачаева Черкесии, которые сейчас учатся и работают в столице. Также необходимо совместно с правительством Республики продолжить работу над повышением инвестиционной привлекательности региона. Также Рашид Тимрезов подписал указ о назначении на должность министра труда и социального развития Карачаева Черкесии Динары Камурзаевой, ранее занимавшей должность заместителя министра здравоохранения Республики. Динара Магомедовна – врач по образованию с 17-летним стажем работы в лечебных учреждениях. Министерство здравоохранения около пяти лет отвечало за реализацию приоритетных нацпроектов. В прошлом году прошла профессиональную переподготовку по направлению современной технологии в социальной сфере. В зоне ответственности Министерства труда и социального развития находится ряд важных направлений, в том числе социальная поддержка различных категорий граждан взаимодействия со службой занятости. Особое внимание сейчас уделяется организации адресной помощи военнослужащим и членам их семей, поэтому очень важным является тесное взаимодействие с региональными отделениями Федерального социального фонда и Фонда защитника Отечества, подчеркнул глава региона. Начальник главного управления МВД России по СКФО Сергей Бачурин представил личному составу временно исполняющего обязанности Министра внутренних дел по Карачаево-Черкесии. Приказом Министра внутренних дел России Владимира Колокольцева на эту должность назначен полковник полиции Владимир Нефедов, ранее занимавший должность заместителя Министра внутренних дел по Республике Ингушетия. Владимир Ильич имеет большой руководящий опыт, закончив Московский университет МВД России по специальности правоохранительная деятельность, награжден государственными и ведомственными наградами. Указом президента России Владимира Путина на должность начальника управления Росгвардии по Карачаево-Черкесии назначен полковник полиции Руслан Яковлев. Нового руководителя главе Республики Рашиду Тимрезову представил командующий Северокавказским округом войск Национальной гвардии России Сергей Захаров. Он отметил, что профессиональные опыты, личные качества Руслана Яковлева станут основой успешного руководства вверенным региональным управлением и помогут в выполнении поставленных задач. Руслан Яковлев свою трудовую деятельность начал в Федеральной службе России по контролю за оборотом наркотиков по Ростовской области. С 2016 года продолжил службу в войсках Национальной гвардии, где занимал командные должности. Награжден медалью Орденом за заслуги перед Отечеством второй степени. Рашид Тимрезов поздравил нового руководителя и поблагодарил Сергея Захарова за всестороннюю поддержку регионального подразделения и эффективное взаимодействие с органами госвласти Карачаева-Черкесии. По поручению главы Карачаева-Черкесии Рашида Тимрезова в Черкесске прошла встреча с матерями и супругами военнослужащих из республиканской столицы, выполняющих задачи в зоне СФО. Во встрече приняли участие председатель парламента республики Александр Иванов, мэр Черкеска Алексей Баскаев, члены правительства, представители различных социальных служб. Было отмечено, что в начале сентября Министерством обороны России совместно с рабочей группой по вопросам СФО, которую возглавляет заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак, был дан старт работы Центра помощи по вопросам СФО. Проект направлен на повышение уровня информирования граждан о денежных выплатах и социальных гарантиях, установленных федеральным и региональным законодательством. Матерям и супругам военнослужащих подробно рассказали о новых мерах поддержки. Так, семьи военнослужащих, в которых родился ребенок с 24 февраля 2022 года, по поручению главы республики получают единовременную денежную выплату в размере 150 тысяч рублей. Также с октября этого года начнет действовать система долговременного ухода за ветеранами боевых действий. Обратиться по поводу получения этой услуги необходимо в Центр социального обслуживания населения. Далее участники встречи ответили на вопросы, которые касались льгот при поступлении в вузы, предоставления мест в детских садах, получения удостоверения ветерана боевых действий и другие. Жить родине служить, гласит пословица. В России с начала 2023 года набрали порядка 325 тысяч контрактников, среди которых и наши земляки. Служба по контракту выбор сильных, считает Рамазан Муртазалиев из Прикубанского района. Подробности у Али Баташева. Рамазан Муртазалиев с детства хотел стать защитником Родины. После кадетского корпуса он поступил в военное училище, но из-за травмы курсанту пришлось уволиться. Рамазан не терял надежды стать военным и воспользовался возможностью заключить контракт с Министерством обороны. У меня травма колена была, и медкомиссия не пропустила, и мне пришлось уволиться. Но после этого я восстановил колено, решил вернуться в армию, подписать контракт. Хотел бы в артиллерию попасть, командира Голубицы. Посмотрим сейчас, уже дальше решаться будет уже там, после подписания контракта. Заключение контракта на военную службу – важный шаг для тех, кто мечтает стать частью армии и служить своей стране. Для этого кандидату необходимо воспользоваться порталом госуслуги или обратиться в военный комиссариат, в котором он состоит на воинском учете. Дальнейшее разъяснят инструктора. В пункте отбора рассказали о социальных льготах и гарантиях, предоставляемых контрактнику. В частности, это единоразовая выплата в размере 195 тысяч рублей от президента страны и 100 тысяч от главы Карачаева Черкесии. Минимальная зарплата контрактника составит 204 тысячи рублей. В зависимости от занимаемой должности она будет расти. Будут выплаты у вас за поднаем жилья или будете обеспечиваться служебным жильем. Если есть дети, то есть возможность отправить их в детские оздоровительные лагеря, кредитные каникулы. Также вам будет предоставлен двухнедельный отпуск, оплачиваемый двухнедельный отпуск. Пункт отбора на военную службу по контракту находится в Черкесске по адресу улица Комсомольская, 31. Телефон для справок 8 878 22 60 461. Али Баташев, Вести Карачаева Черкесия. Министр просвещения России Сергей Кравцов и глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов обсудили вопрос изложения в учебнике истории России для 10-11 классов исторического факта депортации ряда народов СССР, в числе которых был и репрессированный карачаевский народ. Было отмечено, что уже более недели над этой темой работает рабочая группа, в которую вошли главы субъектов, чьи народы были репрессированы, и руководство Министерства просвещения России. Позиция рабочей группы была доведена до автора учебника Владимира Мединского, который согласился и сообщил, что данная глава была взята без изменений из предыдущих изданий и заверила готовность привести ее в порядок. Все предложения по внесению изменений будут согласованы с рабочей группой. Многонациональный народ нашей страны, в том числе и представители репрессированных народов, во все времена истории вставал единой стеной, чтобы защищать Родину. В годы Великой Отечественной войны представители карачаевского народа наряду с другими мужественно защищали Родное Отечество. Сейчас наши военнослужащие тоже выполняют одну общую задачу в зоне проведения СВО. Многонациональность – это всепобеждающая сила России, говорит президент Владимир Путин. На этом строится единая государственная национальная политика. Репрессии в отношении народов всегда характеризовались президентом как несправедливость и преступление. Рашид Тимрезов считает недопустимым искажение исторической правды о репрессиях, которым подверглись представители целых народов, и выразил благодарность министру просвещения за решительную поддержку в данном вопросе. «Уверен, наши дети будут учиться на точных формулировках и получать объективные знания о героическом прошлом многонационального народа нашей Великой Родины России», – отметил глава Карачаева Черкесии. В течение всего сентября на территории России проходила акция «Поделись своим знанием». Карачаева Черкесия организатором встреч известных людей с молодежью выступает в филиал «Общество знания». На одном из таких занятий в Республиканском педагогическом колледже побывал Артур Мхце. К появлению профессии учителя и учебных заведений, как полагают историки, привела необходимость. А в чем это была необходимость? Это что надо было передавать? Опыт и знания. И когда появился опыт и знания, то появилась необходимость передачи этого опыта. В Республиканском педагогическом колледже идет необычный урок. Неклассное мероприятие для воспитанников учреждения проводит министр образования и науки Карачаева Черкесии Инна Кравченко. Она рассказывает учащимся о наставнической роли педагога, о том, чему он может научить других. Причем достойным примером, возможно, станет их собственный куратор. Дети поступают к нам после школы, ну, еще дети. И им действительно требуется и период адаптации, и становления. Они после школы, придя в колледж, они быстро взрослеют. Эта встреча стала одной из многих, которые на территории нашей республики организуют филиал российского общества знания. В неклассные мероприятия для молодежи проводят люди, которые имеют богатый жизненный и профессиональный опыт, которым есть что рассказать, чем поделиться с воспитанниками образовательных учреждений. Мы подключаем всех известных людей, республик, регионов, страны. Это и государственные деятели, известные спортсмены. То есть известные люди, чтобы, ну, так сказать, обогатили наших детей знаниями, чтобы поделились, чтобы передали им что-то полезное, чтобы оплатить это потом в жизни. Возможно, кому-то из слушателей таких лекций пригодится опыт наставника, и они захотят, воспользовавшись полученной информацией, достичь больших успехов. В этом и есть главная цель акции – поделись своими знаниями. Помочь молодым людям поверить себя в то, что при должном подходе к делу можно добиться многого. Артур Мухцер, Ренат Муков, Вести, Карачаево, Черкесия. В Москве состоится международная выставка форума «Россия». На ней будут представлены важнейшие достижения нашей страны в различных отраслях экономики и социально-культурной сферы. Программа выставки насыщена. Помимо деловой части будет и культурно-развлекательная. Мероприятие направлено на дальнейшее международное сотрудничество России. Чем удивить Карачаево-Черкесия, расскажет Альбина Ламкова. Исключительность и превосходство России. Подтверждением этого факта станет международная выставка «Форум России». Она состоится в Москве по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина. На ней представят достижения в различных отраслях экономики и социально-культурной сферы. Каждый регион нашей страны расскажет о своей уникальности. Стенд Карачаево-Черкесии планируют разбить на три зоны, где можно будет узнать о самобытности, достижениях и возможностях нашей республики. Воздух. Можно пить. Всё отлично. Всё очень нравится. У нас Россия большая, мест много. Пока это самое красивое место. Да, пока да. Из всех, где мы были в России. Карачаево-Черкесия по праву считается одним из старейших регионов России по развитию туризма всесезонного. Удобное географическое расположение, развитая транспортная инфраструктура, обилие природных и многих других туристических ресурсов. Густая населенность в предгоре и гостеприимство местного населения делает Карачаево-Черкесию регионом одним из наиболее привлекательных для посещения туристами. Поэтому в концепции выставочного зала одной из зон стало ближе к горам. В ней представлено уникальное многообразие природы нашей республики. Богатство нашей многонациональной республики – это люди. Каждый народ заслуживает внимания своей необыкновенностью и колоритностью. Быт, кухня, культура и традиции – всё это представят в зоне ближе к людям на международной выставке в форуме «Россия». Карачаево-Черкесия по праву считается астрофизической столицей России. Высоко в горах между станицей Зеленчукской и поселком Архиз на высоте 2100 метров над уровнем моря расположен самый крупный астрономический центр. В нём используют уникальное оборудование. Его применение позволяет учёным изучать далёкие звёзды и галактики. Для того, чтобы гости могли прочувствовать масштабы специальной астрофизической обсерватории РАН, разрабатывают удивительный макет Вселенной. Он будет представлен в третьей зоне ближе к звёздам. В рамках международной выставки форума «Россия» запланирована обширная образовательная, культурно-развлекательная и деловая программа. Конечно же, наша республика гордится и славится не только её жителями красотой природы, но и достижениями в самых разных сферах. Последнее десятилетие отмечено высоким развитием промышленного сектора. Реализованы прорывные проекты в туризме, социальной сфере и сельском хозяйстве. Яркий тому пример – сады Карачаева-Черкесия. Каждый год республика получает высокий урожай фруктов. Созданы новые рабочие места. Должен сказать, что люди настроены. У людей есть настрой, люди с позитивом собирают. И это радует. Совсем скоро, 4 ноября, территория ВДНХ станет главным местом демонстрации важнейших достижений России. Мы призываем всех жителей нашей страны найти возможность прийти на эту выставку, посетить ее, ознакомиться с многообразием нашей страны, с ее потенциалом, с возможностями. Альбина Ламкова, Али Бастанов, Вести Карачаева-Черкесия. Уют и комфорт в каждый двор. В Карачаевске активно идет благоустройство 15 дворовых территорий. Ремонтные работы реализуются в рамках программы «Современная городская среда». Сейчас облагораживает двор по улице Ленина, 56. Алихан Лепшоков продолжит. Для жителей благоустройство этого многоквартирного двора является радостным событием. Дворовая территория по улице Ленина, 56, обширная и давно здесь не проводился капитальный ремонт. Совсем скоро здесь появится современная детская площадка, скамейки и места для парковки машин. Осталось выровнять дорогу и уложить асфальтное покрытие. Представители отдела строительства Карачаевска отмечают, что все работы будут завершены до конца этого года. Запланировано 15 дворовых территорий. Это в состав входит и ремонт, и благоустройство. В данный момент мы находимся на улице Ленина, 56, корпус 5. Тут 2216-квартирный жилой дом. Очень большая площадь ремонта, благоустройства идёт. Сметная стоимость данных видов работ на данном объекте – 9 миллионов 701 сочереблей. В настоящее время ведётся строительство. На территории двора будет проводиться озеленение и установят освещение. Уже появились бордюры и совсем скоро проложат тротуары. Жители отмечают, что с благоустройством двора свободное время можно проводить с уютом и комфортом. Конечно, очень приятно, что делают нам хорошо. Огораживает двор, детям площадку детскую. Будут это делать, уже и делают. Конечно, нравится, очень даже хорошо и красиво облагается. Всё будет нормально, наверное. Мы рады, дети будут радоваться. Нам очень приятно. Мы живём и живём. Хотим жить красиво. Спасибо большое, что за нами так ухаживает. А это улица Курджиева, 4, где уже завершена работа по благоустройству двора. Важно отметить, что все строительные работы ведутся по программе «Современная городская среда». Олег Халебшоков, Олег Молхожев, Виктория Карпенко. Вести Карачаева, Черкесия. Карачаевск. Карача будет жить на сцене вечно. Спектакль по пьесе народного поэта Карачаева-Черкесии Дины Мамчуевой, а предводители карачаевского народа продолжают гастролировать. Постановку, рассказывающую о возвращении карачаевцев во главе с Великим Карчой на историческую родину после нашествия Тамерлана, посмотрели уже в нескольких десятках населённых пунктов. На одном из показов в селе Чапаевском побывала Алла Качиева. Это очень ответственная тема для нас всех, вот Карча. Мы всегда мечтали о том, что будет пьеса. Обязательно родится эта пьеса, и мы любой ценой осуществим постановку Карчи. Желание народного артиста России Азрета Акбаева, как десятков его коллег по сцене, исполнилось. Народный поэт Карачаева-Черкесии Дина Мамчуева преподнесла очередной подарок карачаевскому народу. О легендарной исторической личности Карча повествует очередная пьеса-драматурга. Карча – это завершающая часть исторической трилогии автора. Первые две пьесы «Мурат и Зумрад» «Закат Аланий» были также поставлены Карачаевским театром. Их посмотрели зрители Карачаевой-Черкесии и не только. Что же касается спектакля Карача, постановка рассказывает об истории 1396 года, когда Тамерлан уничтожал целые города и народы, в том числе и Аланию. После гибели отважных воинов, оборонявших Эльбрус, он увез в Самарканд не только материальные ценности, но и людей. В империю Тимуридов был угнанный мальчик Карча. Там он получил образование, стал военным. Но стремительная карьера не уничтожила в сердце Карчи любовь к родной земле, за которую погиб его отец. Сын собрал сподвижников и покинул Самарканд. Ему удалось возродить землю предков. Я напоминаю просто, что это о героическом сцене Карачаевского народа, полководцы, предварители Карачаевского народа, обоснователи нашего народа. Это великий Карча. Мы этот спектакль не будем списывать. Мы будем каждому подрастающему поколению из года в год будем показывать. Мы сейчас показываем этот спектакль в возрасте с 14 до 16. Это Попушкинская карта и старший. Карча, Наурус, Адурхай, Трамбудиян. Пять воинов, восстановивших оландскую государственность после нашествия. Спектакль занят весь творческий состав Карачаевского театра. Молодой и талантливый артист Шамиль Мукаев воплощает на сцене великого предводителя и основателя карачаевского народа Карчу. Также в главных ролях задействованы корифеи театрального искусства. Известные артисты Азрит Акбаев, Руслан Гочияев, Руслан Темрезов и многие другие. А миссия показать масштаб личности Карчи на сцене Карачаевского театра досталась заслуженному деятелю искусств Кабардино-Балкарии Магомету Атмурзаеву. Планы есть у нас поехать в Нальчик, Тарнаус, Ставрополь повторно, Кисловод с этим спектаклем. Так что наш победоносный спектакль Карачаев продолжает свои гастроли, свои малые гастроли, большие гастроли. Мы надеемся, что мы поедем в Москву, в Петербург. Переговоры идут. Вот, ну, пока нам обещают. Алла Качива, Медина Джинкезова, Левастанов, Олег Молхожих, Мухаммед Ашибоков. Вести Карачаева-Черкесия. Село Чапаевское, Прикубанский район. Ни нотки фонограммы, только живой звук. В филармонии состоялся спектакль по повести Чингиса Айтматова «Материнское поле». В постановке Русского театра драмы и комедии Карачаева-Черкесии об особенностях спектакля расскажет Дарья Тендит. Передать на сцене замысел Чингиса Айтматова сложно. Но режиссер Антон Городецкий и сценограф Леонид Черный сохранили главную ценность материнского поля, наполняя смыслом и трагизмом историю жизни. Они избежали общепринятых приемов, благодаря этому получилось необычно. Роль Толгана исполнили все актрисы состава. Каждая из них отображала определенный период жизни. Спектакль проходил без фонограммы был, только живой звук. Я сначала разлучился, думаю, ну что ж ты, это мы сведе древочили, тоже там в Москве немножко учились, и мы что-то знаем, почему-то так решил. Он сказал, да знаете, а у вас как тюре, без подборок, они вытащат. И потом, я думаю, что вот эта тема, тут нужна тишина. Сдержанная цветовая гамма, белое одеяние, жёлтое поле – два основных голоса – матери женщины и матери земли. В совокупности это оказывает магнетическое воздействие на зрителя. История о жизни обычной женщины, которая прошла через множество трудностей и несчастий. Толганай потеряла мужа и сыновей во время войны. Жизнь сильнее смерти, а материнская любовь – вечно. Мимо нас пронёсся последний вагон эшелон, а я всё ещё бежала по шпалам, затем упала, хотя кричала и стонала сын мой, отправлялся на поле битвы. Актёры передали на сцене всю глубину и трагичность, держа зрителей в напряжении до самого конца. Тяжело даётся актёру такие драматические сюжеты держать себя и свои эмоции не расплескать, а оставить для зрителя. Поэтому вот это, наверное, самое сложное было в работе над этим спектаклем. Сидящие в зале были полностью погружены в сюжет и переживали за героев. Сдерживать эмоции зрителям было сложно. Очень тяжёлое время. И вопросы здесь задаются очень честные и прямые. И такие же прямые и даются ответы. Спектакль смотрелся на одном дыхании. Первый раз смотрел, как играют на взрыд. Такого я ещё не видел. Спектакль «Материнское поле» стал важным событием в жизни зрителей, подарив им массу эмоций и тем для рассуждений, позволив ощутить на себе мощь и смысл прекрасного произведения Чингиза Айтматова. Дарья Тендит, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия. В картиной галереи «Черкеска» открылась выставка заслуженного художника России народного художника Карачаева-Черкесии Умара Мижева. Экспозиция широка и многогранна. Представлены лучшие работы мастера. Альбина Курочинова-Кенжева побывала на открытии. Умар Мижев родился в 1947 году в селе Лейенполь, Киргизской ССР. После окончания художественно-графического факультета Карачаева-Черкесского госпединститута начал активно участвовать в краевых, всероссийских и всесоюзных выставках. В 1987 году вступил в Союз художников СССР. А с 1991 под 1992 годы возглавлял Карачаево-Черкесское отделение Союза художников РФ. С 1992 года работал главным художником в Карачаевском драматическом театре, где им осуществлено, как художником-постановщиком, около 30 спектаклей. Умар Мижев также является автором герба Карачаева-Черкесии. В своих произведениях художник воспевал и прославлял красоту родного края, рассказывал о его жителях. Его смело можно назвать мастером, который постоянно искал новые пути в творчестве. Целью этой выставки было показать многообразное и многоликое творчество такого большого и значимого художника для нашей республики Миша Валмара. Конкретно для нашей семьи, для того, чтобы прожить еще раз, вспомнить то, как это было при его жизни. И для всех остальных людей, чтобы они оценили весь масштаб личности и увидели, что такое настоящее искусство, как оно выглядит, чего может добиться человек, ведя к своей цели, не сворачиваясь с нее, несмотря ни на что. Работы Умара Мижева известны далеко за пределами республики. Их можно встретить в музеях и частных коллекциях в Америке, Турции, Франции, Венгрии, Швейцарии. Главное в творчестве Умара Мижева – огромная любовь к родной земле и ее народу. Большим, огромным потенциалом он обладал, чтобы смог передать на своих картинах все, что чувствует каждый из нас. Поэтому сегодня я могу сказать только одно. Спасибо большое. Спасибо всем, кто устроил эту выставку, за предоставленную возможность погрузиться, прикоснуться к миру творчества великого художника. Умара Мижева – из тех художников, которые многогранны во всех жанрах живописи, натюрморте, портрете, пейзаже, жанровых композициях. Своё отношение к людям, к жизни он пытался передать прежде всего в портретах – любимом жанре художника. Также мастер обращался к сюжетам древнего нардского эпоса – к фольклору. Выставка «Путь» продлится до 8 октября в картинной галерее «Черкеска». Альбина Курочинова-Кенжи Валибастанов, Вести, Карачаево, Черкесия. Такими событиями отмечена уходящая неделя. Хорошего вам настроения и всего доброго.